Приветствую вас, Виктора. Давайте разберем ваш вопрос и рассмотрим ситуацию, которая сложилась. Вы пишете, от меня ушел мужчина. Собрал вещи и ушел. Ну, вот здесь, знаете, уже чувствуется некая жертвенность. От меня ушел мужчина. То есть не просто ушел, не просто мужчина решил расстаться со мной. Да, или просто решил там, скажем, завершить отношения наши. А именно ушел от меня. То есть это ощущение брошенности, покинутости, возможно. Ну, как бы восприятие на личный счет того, что сделал мужчина. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что ваше желание вернуть его назад, помимо того, что является в некотором роде собственническим по отношению к человеку, вот, а, значит, сводящим его ценности к ничему-то материальному. Еще и свидетельствует о том, что вам это нужно для восстановления собственного равновесия. Для восстановления, вероятно, образа себя. Более-менее желательного. Того, как правы вы хотите в себе видеть. Что в какой-то степени делает вас зависимым. Вновь забегая чуть вперед, хочется сказать, что, ну, вот, вы хотите человека вернуть назад. А почему не тогда сказали ему забрать свои вещи? То есть, тут как-то, на мой взгляд, не совсем логично получается. Не совсем последовательно получается. А мужчины, если мы говорим про мужчину в первую очередь, обращают внимание именно на последовательность и логичность действий. В том числе женщины. Вот, другой вопрос, конечно, что... Логичность и последовательность ожидать от женщины всегда нельзя. Да и вообще. Ожидать логичность и последовательность от любого человека не стоит. Не важно, кто это, мужчина или женщина. Вот, но это уже немножко другой вопрос. В последние несколько месяцев из-за моей работы я была нервная и предъявлял ему претензии. Требала нервы, ходила с недовольным лицом, все время не с того, чтобы радоваться. Я постоянно жаловался. Ну, смотрите, Виктория. Во-первых, несколько странно было бы, несколько странно выглядело бы, если бы вы игнорировали, например, то, что вас волнует, то, что вас беспокоит, и нет того, чтобы переживать, что, в принципе, естественно. Вы бы радовались. Это было бы странно, это было бы, ну, не совсем корректно. С другой стороны, у переживания есть вектор. И вектор, он может быть позитивным для вас, конструктивным, для вас полезным для вас, а может быть деструктивным, негативным, вредным для вас. И судя по тому, что вы пишете, я предполагаю, что вектор все-таки в большей степени именно негативный и деструктивный, потому что вы просто переживали, и все. Никакого развития это переживание, к сожалению, не получало. Хотя, как правило, получают, ну, вот, в идеале, в идеале получают, получают развитие переживания, и человек к чему-то приходит, да, вот. Либо он приходит к тому, что пора что-то менять, либо он приходит к тому, что поменять ничего нельзя, значит, ситуацию нужно просто принять. Вот. В вашем случае, вероятно, дело осложнялось еще и тем по работе, что вы принимали какие-то вещи, происходящие там, на свой счет, плюс здоровье. Вот. Но давайте немножечко с другой стороны на это посмотрим. Вы пишете, что последний месяц из-за работы у вас было плохое настроение, и в целом вы вот вели себя не совсем так, и жаловались вместо того, чтобы радоваться. Но, извините, вы сами создали эту ситуацию, в которой, или при которой вы испытывали подобные негативные эмоции. Вы сами в эту ситуацию попали. И получается, что такого рода поведение, которое вы демонстрировали, оно свидетельствует о том, что вы не отвечаете за свои действия, не отвечаете за свои поступки. Опять же, чувствуете себя жертвой. Жертвой обстоятельств, жертвой, может быть, каких-то кадров, начальников и прочего. То есть вы не отвечаете ни за что. Или вы не отвечаете за какие-то вещи, которые, вот, собственно, для вас важны. Потому что вы переживаете. Я думаю, что здесь предположительно, гипотетически, пока это только теория, пока это только предположение, что, первое, вы не осознаёте свои чувства, вы не осознаёте свои эмоции, и, второе, вы не умеете их выражать конструктивно, я имею в виду так, чтобы вот это было прям полезно. Вот. Отсюда, собственно, все проблемы. Дальше. Он указывал мне на это, но я пропускал все мимо и шесть. Ну, здесь несколько странно, как бы, история. Вот. Болит нога у человека. Или хромает человек, к примеру. Просто хромает. Ему указывают на это. Говорят, о, ты хромаешь. Ну, как бы, да, я знаю, что я хромаю. Что дальше? То есть, то есть, ты понимаете, несколько странная модель поведения, при которой человек вам указывает на какие-то вещи, при этом, как бы, игнорируя причины этих вещей, судя по вашему, тексту. Он не пытается вам помочь, он не пытается вас поддержать, он не пытается вам облегчить, облегчить что-то. Напротив он выступает вроде как жертва. Тоже. Хотя вам плохо. Ну, если у людей отношения, то они, конечно, не должны, но очень часто поддерживают друг друга, когда кому-то тяжело, как умеют, как могут, но поддерживают. Здесь же какая-то странная с точки, с моей точки зрения, модель поведения. Ну, может быть, вы так и написали, может быть, я чего-то не понял, но в любом случае странно. Напротив, совсем не странным выглядит то, что вы пропускали это мимо ушей. Потому что, извините, а какой смысл не пропускать? Ну да, я веду себя не очень хорошо, да, я тряплю нервы, предъявляю претензии, да, потому что у меня проблемы. Сейчас. Я знаю, что мои действия меня не красят. Я уверен, что вы тоже знали это. Но у меня проблемы. Я не справляюсь с проблемами. Там, по разным причинам, неважно, по каким, но не справляюсь. И как бы я поэтому пропускаю мимо ушей. вот это то же самое, да, что голодный человек не сможет пропустить мимо ушей что-то про еду. Но голодный человек сможет пропустить мимо ушей что-то про, например, строительство дома, что-то про какие-то трудности допустим в области образования и так далее. То есть голодный человек обращает внимание на то, что ему важно и не обращает внимание на то, что не относится к его потребностям. Это нормально и естественно для человека. только почему-то вы так не считаете. И здесь вырисовывается следующая картинка. Вы игнорируете свои чувства, идете востреблять их, а после испытываете их более сильное проявление. Как правило, чувство вины. Ну, не как правило, это я неправильно сказал, не как правило, но мне кажется, что частенько бывает, что вы испытываете чувство вины. Как вероятно, испытываете чувство вины сейчас, перед своим мужчиной, за то, что он ушел. Но это вы так думаете, а на самом деле, чувство вины у вас связано с тем, что вы его потеряли, и потеряли что-то важное для себя. Дальше вы ищите следующее. Ласки, нежности от меня не было. Секс был редкий, так как я сначала проходил лечение, потом было нельзя, а потом вообще было не дал сексу. И здесь у меня вопрос возникает. Вот. Помогите мне разрешить конфликт. Вы говорите, что мы жены вам нужен, и что вы хотите вернуть его назад. Ну, хорошо. Я вам веру. Верю, что он вам важен, верю, что он вам дорог, веру. Но почему тогда вам не хотелось для него ничего делать? Как так вышло, что ладно, секс, я понимаю, что вам было нельзя. Я понимаю. Здоровье нужно беречь и относиться. К здоровью нужно , ну, бдительно. вот. То есть, это я понимаю этот момент. Но чего мне сложно понять, так это вот то, как раз, что притом, что вам мужчина дорог, вам не хотелось ему сделать приятным. Но обычно, если человек дорог, обычно, если человек важен, хочется для него что-то сделать. Хочется ему доставить удовольствие, наслаждение и так далее. Вот. Просто потому, что хочется для него что-то сделать. это нормально. Вот. А в вашем как бы случае получается ситуация, ну, совсем совершенно обратно. Когда делать вам подобных вещей не хочется для молодого человека, своего, ну, своего мужчин. Вот. Ну, возникает собственно в таком случае вопрос. Для чего же он вам тогда нужен, мужчина-то вообще? Вот. И нужен ли он вам вообще? Опять же. Да? То есть, вот. Ну, действительно ли он вам нужен в таком случае? Вот. Или, может быть, вы, к примеру, что-то путаете, и на самом деле вам нужно, ну, что-то другое. да, То есть, на самом деле вы там, к примеру, хотите чего-то другого от мужчин. Допустим, вы хотите, ну, там, что-то от него, допустим, получить, к примеру, хотите, к примеру. Я не знаю. Вот. Но этот момент, на мой взгляд, крайне важен. И крайне важно этот момент рассмотреть. Потому что это влияет на то, как вы ведете себя с мужчиной. Это влияет на то, как вы взаимодействуете с ним. Понимаете? Какая штука. И если вы сами не очень хорошо себе представляете, как вы относитесь к мужчине, и как вы его воспринимаете, вероятно, в том числе, по этой причине, у вас есть сложности в отношениях. Дальше. Я перестал его интересовать, я превратился в вечную недовольную святливую бабку, и я признаю это. признание как справедливо заметил моих коллег, признание не решает проблемы. То есть, ну, признаться вы, может быть, и признали, только вы же оказались в этой ситуации, вы оказались в данном положении, а значит, скорее всего, окажетесь в данном же положении еще, еще, еще. Понимаете? И потому не признавать нужно, а смотреть на то, как вы оказались в этом положении. Как вы оказались в позиции недовольной святливой бабки? Вечером я пришла с работы и увидела, что он ушел. Вещи забрал не все, кое-что не забрал, но со мной я забрал все. Я написал ему в тот же день, чтобы он забирался в свои вещи в ближайшее время. Ну, вот, непонятно, если вы хотите его вернуть, зачем вы такой пишете человеку, которого вроде как хотите вернуть. И, значит, так, он так и не забрал, не отдал мне ключ, прошло 4 недели дошли, не звонит, я ему тоже поставил статусы соцсети одиночества, пустота, перфект, очень скучаю по ним и хочу вернуть назад. Ну, начнем с того, что, начнем с того, что определим, что такое скучаю по нему, вот здесь. Так? То есть, вот. Скучаю по нему, это, как? Скучаю по нему, это, по чему скучать? Вот конкретно. Вот конкретно, почему вы скучаете? Чего вам, чего вам не хватало? Как это соотносится с тем, что ранее у вас не было к нему интерес? Это тоже достаточно варно. То есть, все эти вещи нужно как-то соотносить. Вот. Ну, касаемо того, что за позиция, что за позиция у человека, да? То есть, вот, грубо говоря, что он хочет, да? И, собственно, что он делает, и какие у него планы, да? И так далее. Вот касаемо этого момента, я думаю, что нет смысла гадать вам. Желательно определиться со своей позицией по отношению к себе в первую очередь и к нему во вторую, и дальше уже исходить, ну, наверное, из этого. Вот. Потому что только ориентируясь на себя вы сможете чего-то достичь, ну, какого-то результата. Вот. Пока же вы ориентируетесь на другого человека, пока вы испытываете трудности со своими, с выражением своих чувств, испытываете трудности с личной ответственностью и женской моделью поведения, как мне кажется, ну, ситуация работать не будет. Дальше. Вы написали в своих, ну, вот в тегах вы написали, что семейные отношения, но вы не называете мужчину мужем, вот вы говорите просто, что мужчины, что жили на вашей территории, то есть это сожитель. Понимаете, если это сожитель, то есть вероятность, что человек просто искал возможность отношения с вами завершить. Ну, если сожитель, то у него опять же для точно поверхностно может быть отношение к вам, потому что вы не пара супружеская, но вы уже вместе живете на вашей территории. То есть у вас нет семьи. Это тяжело признавать, но вы не замужем, вы не жена, а он не муж. и по сути никто никому ничего не должен. Никто не брал на себя обязательств никаких. Понимаете, в отличие от того же брака, например. Понимаете, удачи тут очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. к луна. Продолжение следует...